В Великом Новгороде идет реконструкция нескольких светофорных объектов и пешеходных переходов. Уже завтра изменения почувствуют жители западного района. Пробок должно стать меньше. Вопрос этот напрашивался давно. На пересечении Кочетовой и Нехинской заторы случаются регулярно. Въезд в город со стороны новой мельницы недостаточно широкий, поэтому автомобилистам всегда трудно разъехаться. После произведенной реконструкции этого участка дороги, появилась возможность нам потоки разделить транспортные. На светофорном объекте была добавлена дополнительная секция со стрелкой. И теперь при въезде в город мы потоки разделили. Раньше поворачивающий транспорт налево запирал вот это движение. Сейчас мы их разъединили. Пересмотрели также и систему работы светофора. Так, зеленая фаза на выезд из города стала длиннее на 15 секунд. Все это для того, чтобы разгрузить перекресток и увеличить его пропускную способность. С завтрашнего дня ждет перемен и перекресток Кочетова-Зелинского. Светофор будет перепрограммирован. Принцип работы такой же, как и на пересечении Ломоносова-Зелинского. Ситуация изменится. Будет две отдельных фазы для движения в прямом направлении по улице Кочетова. И движение будет разрешено во всех направлениях. То есть, если мы едем по улице Кочетова на разрешающий сигнал, можно ехать и прямо, и поворачивать из обеих полос, и поворачивать на Зелинского, и поворачивать в сторону Коровникова. А по протяженности фазы как-то изменятся по времени? Да, и будет немножко изменена протяженность фаз в рамках всего рабочего цикла. То есть, цикл не меняется, а немножко пересмотрим, чтобы разгрузить перекресток от машин. На данный момент автомобили едут на этом перекрестке одновременно с обоих направлений. Для движения прямо по Кочетово будет введено две отдельные фазы. Такая схема обещает ликвидировать конфликтные ситуации, которые возникают здесь довольно часто. В программу также входит дополнительная подсветка «Зебр» в нескольких участках областного центра. Всего на проект выделено 2,5 миллиона рублей с городского бюджета. Теперь дело за малым – соблюдение правил движения на дороге и взаимное уважение как со стороны водителей, так и от пешеходов. Людмила Александрова, Олег Федоров. Новости Новгородской областной телевидения.